Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля и Тиша. Для тех, кто так давно его жаждал, я специально взяла, хоть этот сволочь меня и царапает с этой игрушки от Наташи. Он одну куда-то захреначил, а другую практически раздолбал. В общем, Тишу мы отпустим. Это видео будет посвящено двум очень милым посланиям от моих, можно сказать, подписчиц. От Насты Зарецкой и, соответственно, ссылки будут на их каналы, на каналы Девчонок в инфобоксе и Алены О. Кратце, у Алены сейчас канал как-то слегка переименован, но я ее по умолчанию называю Алена О. В общем, на этой неделе они пришли и было, ну, во-первых, я не знала, что они пришлют. Это было очень приятно, неожиданно, но и такой небольшой сюрприз. То есть я решила объединить это просто в две таких, в общем, один видос на две такие посылочки небольшие. Можно сказать, даже бандерольки. В общем, от Алены О. был такой конвертик. Я что-то там полезла в почтовый ящик, но так как наша почта по понедельникам, хоть это первый класс, хоть какой, из принципа не носит ни уведомления, ничего подобного, то, соответственно, получила я на день позже, чем оно пришло. Но все равно радости не было предела, и поэтому я все-таки решила обозреть Асушертул 2. Ну, и вообще, это фотки там есть на странице ВКонтакте, на странице ВКонтакте имени меня, ну, и, в принципе, репаткнуто на мою страницу контактового канала. В общем, вот такая вот замечательная открыточка с 8 марта. Да, страница девчонок с прошедшим 8 марта, ну, я так понимаю, что в свое время, если у нас Старый Новый Год отмечаются, то, значит, 8 марта, это бывшая 23 февраля. Ну, в общем, с гендерным днем тех, кто каким-либо местом относит себя к женщинам. Вот такая вот открыточка замечательная, с цветочками, с искусственной нарисованной жопой с ушами, даже с двумя, тут тоже две, с двумя бабочками. И такое дерево тут, я сейчас думаю, может, какая-нибудь сакура в вазочке, цветочки. Ну, и там такое-то поздравление и подпись от Аленки. Ну, я не буду показывать подпись, вот могу показать вот опять ту же оборотку внутреннюю. И там было, в общем, два таких, я помню, в каком-то обзоре у Аленки видела, она то ли на Ли, то ли еще где-то заказывала, что-то такое ей милое, и куча всего приходила. В общем, это блокнотик такой малюсенький, я вчера его уже обновила, у меня какая-то мысля такая пришла, вообще сто лет уже стихи не писала, но тут какая-то мысля пришла, вообще не буду полицей. Ну, и что-то я тут такое родила на две строчки, может, когда-нибудь допишу. Обычные такие белые листочки. В общем, в сумке буду таскать, вообще мало места занимает, положила. У меня в сумке ручка стабильно валяется, еще 70 лет победы. Подарила мне мамина подруга ее, такая красивая, под золото ручка. Большая, я ей обычно подписываю как раз на поиске эти квитки, за получение посылки, если вытащила в момент хождения куда-нибудь. Ну, и тут такие две птишки под зонтичком. В общем, очень миленькая, очень приятно. И такая хренатень, я так дозреваю, это фигня, в которую вставляется проездной. У меня как раз есть проездной. Ну, вообще, можно с одной стороны засунуть проездной, с другой стороны дебетовую карту, и поскакал куда-нибудь в маленькую сумочку, куда мой огромный кожаный красный кошелек тупо не влезет, потому что он вечно как беременный. С кучей этих всяких визиток и прочее. Сегодня день фруктов, фруктовый день. Ну, и тут вот такие ананасики. В общем, вот такое милое послание от Алены О было. Ну, и сейчас прихожу в послание от Насти Зарецкой. Так, мой телефон, это мой телефон. Что-то оно у меня тут лежит. В общем, такой маленький почтовый пакетик был. Я как раз сейчас приехала от родни, смотрю. У меня вообще утром было ощущение, что я сейчас сунусь в почтовый ящик, и там бумажка такая почтовая. Но я там куда-то торопилась, и в результате некогда мне было сунуться. Прихожу от родни, решила все-таки сунуться. Смотрю, там бумажка лежит почтовая на некую бандерольку. Ну, я сразу поскакала на почту. В общем, вот такой мяшечка такая бумажной платочки. Есть и штучка такая вот, упаковочка. Waterclaw. Мягкие, двухслойные носовые платочки. Изготовленные 100% лодов для личной гигиены. В общем, в принципе, очень удобно. Я когда в Аленде еду, то стабильно покупаю все-таки бумажные платочки. В общем, будут теперь сумочки таскаться. Потом вот такая минька. Видимо, такой пробничек. Не знаю, что это вообще. Сефора. Лилия Блюм. Голубая лилия. В общем, нынка кремную так. Кремгель, наверное, гель для душа кремовый. Ну, вот на днях попробую. Потом в пустых баночках расскажу. Потом вот такая вот штучка. Это отшелушивающая подушечка для лица глубокого очищения, для глубокого очищения кожи лица. Тут у нас, по-моему, алоэ. Двухсторонняя подушечка для глубокого очищения и выравнивания тона кожи. 4 в 1 формула очищает, отшелушивает, выравнивает, увлажняет без парабенов для всех типов кожи. В общем, Skinlight. С удовольствием попробую и потом расскажу в пустых этих своих баночках. Вообще такие я не рада не видела. Вот, по-моему, такая кругленькая. Щупается. Спасибо большое Насте за ее за. Потом очередная вот такая открыточка. У меня уже, по-моему, третья открыточка от нее такая. Она у меня лежит, есть не просит. И все ждет, когда я ее раскрашу. Но к мне что-то все не доходит. Ну, тут поздравления с 8 марта. С маленькими сердечками. Ну, и у нас тут эти всякие цветочки. Так, а еще такой вот, вообще еще там. А еще одна вещь, вот, я еще покажу. В общем, такой блокнотик с такими вот цветочками. Кстати, мне что-то по дизайну блокнотик напомнил вот этот Crazy десерт от Сибири, натуры Сибирики. Вообще, вот так вот сейчас я посмотрела, кажется, вот это бисером вышло. В общем, очень красивая такая обложечка, оформление. Ну, а тут обычно такие листочки в клеточку тоже, соответственно, пригодится. Я постоянно на чем-то там пишу какие-то себе заметки, записки. Ну, закончится маленький блокнотик от Аленки. Засунув в сумку вот это, то было тоже с удовольствием. Все это было вот в таком пакетике от Avon, где я уже... Ой, там еще что-то болтает с ним. Я только сейчас обнаружила. Так. В общем, ух ты. Маленький пробничек или что-то в этом роде. Мини бред для губ. Ай да, Настя. А я бы так и не заметила. Вот если бы не потрясла этот пакетик. Рассеянная я, после вскрытия 12 месяцев, 2 мл. Эссенс. Лепглос. Да, я даже, может, сейчас сводч попробую сделать. Чем-то таким сладеньким карамелькой пахнет. По-моему, он ближе к прозрачному. Ну, такой розовато-прозрачный, но на моей загорелой лапе он практически не заметен. Ну, должен блестеть как-то. В общем, с удовольствием завязываю. Ну, и еще что там было, была вот такая закулочка. Вообще, на самом деле, вот такие закулочки, они очень тяжеловесные для моих тощих волос. Но, я думаю, у меня вот это вот, мое рукоблудие, потом когда-нибудь отрастет и присоединится к тому хвостику. Знаете, если я его не обкормаю, а кто меня знает. Ну, в общем, с удовольствием буду пользоваться. Красивая такая закулочка под эту самую зебру. В общем, вот такая у меня была видюшка. Обзор такой был двух посылочек. Неожиданных, приятных, если вы досмотрели меня до конца, то я вам всем желаю... Ну, вообще, даже если вы не досмотрели до конца, желаю вам всем вот таких неожиданностей, приятных в жизни, там, что-то получить такое неожиданное. В общем, вообще классно. Настроение поднимается, ну, вообще, как-то хорошее всегда радует. Ну, и да, у меня тут этот слева по борту вчера кто-то вообще, я слегка такой паранойик там. Можете зайти на мою страницу ВКонтакте, которая чисто страница имени меня, и увидеть там этот паранойный постик. Цветы не знаю от кого, вообще не знаю от кого. Вчера где-то без 28 доставили. Когда доставили, я очень офигела. Тут, в общем, белая хризантема 8 штук, сиреневая хризантема. В общем, я думала, что это, как их там, орхидея, оказалось, что это иризы. Но я у них особо не понимаю, иризы, и орхидеи, они для меня все на одно лицо как лилии. И еще 5 розочек. В общем, если человек, который мне это подарил, если ты меня смотришь, спасибо. Мне приятно. Ну, и учитывая, что эльфийка меня мало кто называет, особенно из тех, кто знает мой адрес домашний и мое ИО, частотва, то я вообще без понятия от кого это. В общем, на этой веселой ноте я заканчиваю свой обзор. Спасибо за просмотр. И следующий будет обзор, у меня, я постараюсь записать на этой неделе, он будет посвящен чаю, моему мнению по поводу чая. Первый видос будет Билла Учунь, чай такой зеленый. Ну, в общем, если вам это было интересно. Короче, заряжайтесь позитивом. Всем спасибо и всем пока.